Здравствуйте, дорогие друзья! У нас наступает новый день, и мы можем вступать в него вместе с нашим Богом и Ангелами-Хранителями, которые будут поддерживать нас на тех путях, где нам надлежит сегодня пройти. И как вы помните, мы с вами говорим о том, что нужны Божьи пророки, Божьи прозорливцы, которые могут видеть сквозь обстоятельства, внешние формы, а видеть суть вещей. И там, где многие видят несчастье, увидеть Божий знак, увидеть Божью корректировку. И в данном случае Саул, который, может быть, редко выходил за пределы своего удела, а теперь вышел из-за того, что отец послал его искать ослиц. Слуга подсказывает, куда пройти, чтобы получить ответ к пророку. Они там оказываются через то, что Саул был в состоянии услышать слугу. Когда они поднимались вверх, в город, то встретили девиц, вышедших черпать воду, и сказали им, есть ли здесь прозорливец. Те отвечали им и сказали, есть. Вот он впереди тебя, только поспешай, ибо он сегодня пришел в город, потому что сегодня у него, у народа жертвоприношение на высоте. Это еще один важный момент, друзья, географическая высота. Для нас сегодня она не кажется подчас важной, а на самом деле то, что на высотах вашего города, вашей местности, это, по сути, определяет, кто руководит или управляет, как духовная иерархия. Какой дух пытается контролировать ситуацию. Поэтому я вам предлагаю просмотреть ваши высоты, что там происходит. И если есть возможность периодически подниматься на эти высоты и молиться к Богу, и благословлять Его для вашего города, региона, местности, делайте это. Потому что часто люди, именно народ Божий, так редко пользуются конкретными человеческими шагами, которые осуществлял Самуил в данном случае с народом. То есть это Божий план, это Божьи возможности, которые Бог давал через своих пророков увидеть нам. Но мы почему-то это часто пропускаем. И если посмотреть, что происходит с оккультным миром, в основном все свои встречи проводят на высотах. Потому что нужно взять контролирующую высоту над территорией. И отсюда умноженные разводы, отсюда преждевременные смерти, отсюда непонятные интриги, разрушенный бизнес. Поэтому я вам предлагаю, друзья, быть мудрыми. Потому что Бог открывает свои тайны своим детям. И я хочу, чтобы мы были в этом не пассивными, а на самом деле творили молитвы на высотах. Потому что Самуил в данном случае идет с народом на высоту принести жертву Богу. Сегодня жертвой является плод наших уст, нашего времени, нашего согласия. Тогда, когда мы себя можем подчинить под Божьи принципы. И поэтому есть ли в твоей жизни та высота, которую ты уже взял? Есть ли та высота, откуда ты можешь совершать молитвы и благословения? И своего дома, и своего рода, но также и местности, в которой ты живешь. Я хочу вместе с вами сейчас совершить такую молитву. Мы тоже спускаемся сейчас с высоты к воде. Это еще одна стратегическая позиция – вода, как носитель информации, который люди пьют для того, чтобы вроде бы как восполнить жажду своего тела. А на самом деле туда тоже может входить информация жизни. И пусть в нас и этот принцип будет понятен, принят и реализован. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что могу благословлять жителей и этой местности. Я благодарю Тебя, что мы можем это делать как с высоты, так и у воды. Благословлять жажды по Тебе. Благословлять способность услышать Твой голос, чтобы всякий контролирующий дух на этой территории не имел власти. Потому что где дух Господен, там свобода. И мы высвобождаем сейчас Твой дух. Мы высвобождаем Твою свободу на эту территорию. И я благодарю Тебя, что у нас есть эта привилегия, есть это право как молиться, так и утверждать Твою благую, угодную и совершенную волю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»